Большой информационный час. Итак, прямо сейчас поговорим о том, как борются с таким явлением, как коррупция в Ростовской области и что делать людям, которые столкнулись с этим явлением. Представляю нашего гостя. Это начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Ростовской области Сергей Рябов. Здравствуйте, Сергей Александрович. Добрый день. Сергей Александрович, давайте начнем с самого общего и с самого начала. Такое явление, как коррупция на Дону. Есть ли оно? Как меняется ситуация? И какие примеры есть в Ростовской области? В начале разговора хотелось бы сказать, что такое непосредственно коррупция, что кроется под этим понятием. Коррупция – это любое использование чиновникам, руководителям коммерческой организации, своего должностного положения в целях получения материальной выгоды как для себя лично, так и для других лиц. В свою очередь выгода может выражаться как в деньгах, ценностях, ином имуществе или услугах имущественного характера. Данная сфера правоотношений регулируется федеральным законодательством, а также принятыми в его исполнении нормативными правовыми актами Ростовской области. Ответственность за нарушение требований антикоррупционного законодательства предусмотрена гражданским, административным, ну и уголовным законодательством. Какая ситуация в Ростовской области на сегодняшний день в целом? Что Вы скажете о коррупции? Как она меняется, эта ситуация? Ростовская область, эта проблема не обошла, разумеется, стороной. На территории области факты коррупции из года в год выявляются, в том числе, допустим, в этом году наметился рост количества выявленных нарушений подобного характера. Но это не всегда говорит о том, что увеличилось количество фактов, это, возможно, направлено на работу, да, в таких случаях? Да, это отчасти зависит от работы правоохранительных органов по выявлению данного явления. Давайте вот разберемся, кто же такой коррупционер? Это человек, который дает взятку или же не только? И вот тот человек, который берет эту взятку, кто он в этом случае? Ну, Вы знаете, действующее законодательство устанавливает уголовную ответственность как за дачу взятки, так и за ее получение. В этом году на территории области выявлено более 200 фактов взяточничества. Это примерно половина, даже немножко больше от всех коррупционных преступлений, выявленных на территории области. Довольно-таки много. А если разобраться, кого больше в их числе? Это чиновники, врачи, педагоги, вузов или же сфера правоохранительных органов? Кто у нас сегодня злоупотребляет больше? Если обратиться к статистике именно 2018 года, то в этом году наибольшее количество данных явлений выявлено в медицинской сфере. Например, возбужден ряд уголовных дел за выдачу фиктивных, получение взяток за выдачу фиктивных справок об инвалидности. На втором месте это, конечно, взятки за решение проблем с ГИБДД. И на третьем месте это образовательная сфера. Здесь уголовные дела возбуждались как задачу взятки, за успешную сдачу сессий, экзаменов без фактической проверки знаний. А если поговорить о сумме, наказание предусмотрено за любую же сумму или же нет? Уголовное законодательство дифференцирует ответственность за взятку, предусматривает соответственность за взятки в значительном размере, в крупном, а особо крупном. Соответственно, с возрастанием размера увеличивается ответственность. А если же поговорить о сумме взятки в этом году, как она меняется в прошлом году, допустим, отмечали увеличение этой суммы, можно что-то сказать? Ну, размер взятки, это такой среднестатистический показатель, он в большей мере зависит от выявления правоохранительными органами преступлений, совершенных в особо крупном, либо невыявления в данном отчетном периоде подобных преступлений. Средняя сумма взятки примерно, как и в прошлом году, осталась на уровне 70 тысяч рублей. Что же вынуждает людей сегодня брать взятку? Взятка – это корыстное, прежде всего, преступление, исключительно корыстный мотив обогащения незаконное от занимаемой должности. Мы пообщались с жителями Ростовской области, Ростова, что они думают о том, можно ли решить свой вопрос сегодня без взятки. Давайте послушаем, что они говорят, и затем проанализируем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Приходилось ли вам когда-то давать взятку или же нет? И как вы считаете, можно ли сегодня решить свой вопрос просто усилиями, просто справедливостью, без взятки? Наверное, можно. Ну, конечно, некоторые, наверное, ждут, чтобы дали взятку. Ну, если были бы деньги, конечно, предплатила бы, чтобы быстрее все решилось. Ну, конечно, с этим надо бороться. Вопрос очень сложный, мне кажется, пока не коснешься какого-то вопроса, это и невозможно понять. Не могу однозначно ответить. Если я сейчас начну побежать в систему, значит, я буду либо дольше решать вопрос, либо вообще его не решу. А мне надо решить вопрос. Это другой подход. Если у тебя нет страха, что не получится, и есть свободное время, конечно, можно пойти по первому. Вот такое мнение людей. Сейчас ситуацию отмечают, что ситуация улучшается, меньше берут взятку, меньше дают. А если в целом, как вы проанализируете то, что вы услышали, как можно бороться с коррупцией и от чего зависит успех в этом деле? Людям задался вопрос, можно ли решить вопрос без взятки. Разумеется, можно. Законодательством прописываются определенные правовые механизмы решения того или иного вопроса, определенный порядок, определенные сроки. Люди либо, как уже здесь слушатели говорили, хотят ускорить этот процесс, ну, либо бывают ситуации, когда не совсем положено человеку получение то или иное услуги, либо определенный пакет документов необходимо представить, ну, чтобы избежать этих административных процедур, люди идут на то, чтобы дать взятку. Но они тоже же нарушители, да, получается? Да, конечно. И тоже предусмотрена ответственность в этих случаях? Да, задача взятки предусмотрена, конечно, ответственность. А какая? Уголовная. Вы расскажите о роли прокуратуры в вопросе борьбы с коррупцией. Ну, вы знаете, прокуратуре, конечно, уделяется большое внимание этой проблеме. Это связано непосредственно с политикой государства по борьбе с этим явлением. Выделяем различные формы борьбы. Это проведением, допустим, координационных совещаний с правоохранительными органами. В областной прокуратуре функционирует межведомственная рабочая группа по взаимодействию с органами правоохраны на данном направлении. Допустим, в этом году выявлено прокуратурой более 2000 нарушений антикоррупционного законодательства. За данные нарушения более 400 должностных лиц понятили дисциплинарную административную ответственность. Расскажите о результатах и в какой сфере уделяется более пристальное внимание именно прокуратурой. Ну, сказать, что в какой-то сфере большее внимание, какое-то меньшее внимание уделяется, такого нельзя. Несомненно, наиболее подвержены проявлениям коррупции сферы, в которых происходит сосредоточение финансовых ресурсов. В этой связи особое внимание прокуроров и правоохранительных органов области уделяется сектору государственных, муниципальных закупок, распоряжениями средствами бюджетов всех уровней, использованию казенного имущества. Как показывает практика, при проведении торгов их участниками преследуется корыстный интерес, предпринимаются попытки неправомерного обогащения за счет бюджета. Так, прокуратурой в текущем году выявлено уже свыше 300 коррупционных правонарушений в бюджетной сфере при осуществлении госзакупок. Куда же обращаться человеку, если без взятки вопрос его не решается? Давайте вот дадим несколько практических советов людям, которые сегодня принимали участие в нашем опросе и которые хотят поторопить, наверное, решение своего вопроса. Ну, тут, наверное, лучше все-таки пойти законным путем. Если вы имеете в виду, если из человека кто-то пытается... Если попросили взятку. Ну, безусловно, в правоохранительные органы. Хочу сказать, что в целях разъяснения гражданам организациям антикоррупционного законодательства о формировании нетерпимого отношения в обществе к данным проявлениям, примерно на интернет-сайте прокуратуры области опубликована памятка, что нужно знать о коррупции. В ней указаны конкретные данные прокуратуры области, контакты, дежурной части ФСБ, телефоны доверия горячей линии МВД. Поэтому куда обращаться найти не проблема для человека, я думаю. А профилактика какая может быть? Сегодня, наверное, стоит поговорить о профилактике. Может быть, возможно проводить какие-то тренинги людям, которые находятся на руководящих постах. А может быть, просто напоминать о наказании? Ну, касаемо профилактики, проводится прокуратурой работа в части правового просвещения населения, выступления в средствах массовой информации, на телевидении, радио, публикации в печати, нормы законодательства разъясняются. Поэтому таким вот образом профилактика проводится, до людей доводится сведения об ответственности за подобного рода нарушения и преступления уже непосредственно. А телефоны горячих линий есть, куда можно обращаться? Да, на сайте прокуратуры области эта информация размещена. И в завершение, чтобы вы сказали нашим слушателям? Не давайте взятки. Короткий совет. Благодарю вас за полезное интервью. Напоминаю, что о коррупции и методах того, как с ней борются, мы говорили с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области Сергеем Рябовым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова